всем привет друзья с вами снова александр и я хочу рассказать вам о колясочке от компании oyster моделька называется zero gravity oyster zero у меня на канале уже обзор есть можете просто в поиске вбить вы найдете этот обзор и это ее такая скажем так обновленная версия на текущий момент вы можете и ту и ту купить но я бы наверное посоветовал обратить внимание все же на обновленную версию потому что она стала немножечко интереснее единственная из таких вот явных технических отличий она стала немножечко тяжелее oyster просто весил около 8 килограмм может по моему даже чуть чуть меньше обновленная gravity весит 8 и 7 килограмм выдерживает ребенка она до 22 килограмм и соответственно предназначена для ребенка с 3 месяцев технически можно использовать с трех месяцев там до 4 5 лет но с трех месяцев я бы немножко не рекомендовал потому что ребенок должен ехать все-таки против хода еще в этом возрасте ну кому очень надо можно соответственно использовать в общем кто не знает что такое oyster zero в принципе я сегодня проведу обзор просто вот самого начала что это за колясочка такая полностью расскажу а кто знает вы поймете в чем чем скажем так она отличается от обычной oyster zero она себя представляет как я уже сказал колясочку с 3 месяцев до 4 лет это прогулочка эта книжка на каждый день на круглый год принципе ее можно спокойно себе использовать изучать мы и будем с вами сверху вниз начнем с козырька козырек тут как был очень крутой он таким и остался он просто гигантских размеров он закрывает видите если вот это вот защиту уберем она закрывает бампер до бампера почти а если опустим она даже касается бампера поэтому с козырьком даже от ветер подул пыль полетела просто до конца закройте и ребенку в лицо уже особо лететь ничего не будет вы видите он состоит из трех секций эта секция у нас закрывается на замочек если надо без проблем вот этой секции у нас ближайший сейчас есть такая вот часть москитной сеточки которая легко закрывается и летом будет актуально для проветривания чтобы вы могли смотреть за ребенком в общем такая не бесполезная опция в общем за козырек я бы из 10 баллов здесь дал все 10 баллов этой колясочки с козырьком все хорошо что касается ручки кстати изменился и материал ручки как видите сейчас он у нас серого цвета и сам материал изготовления тоже поменялся тактильно он стал другой и там хорошо и здесь хорошо никто не вижу там плохо предыдущей версии здесь тоже он хуже не стал самое главное хват приятные ручка широкая аккуратная красивая строчечка ойстер выбита в общем претензий нет тот же материал используется и на бампере по первом и сейчас перейдем что касается задней стенки давайте посмотрим на заднюю стеночку у нас здесь есть кармашек для всякой маленькой поклажи вот эта секция у нас сзади кнопочка фиксируется секунду и можно вот так открыть и собственно летом будет актуально можно проветривать в общем здорово не хватает здесь конечно москитной сетки но мы и привыкли видеть большинство производителей здесь делает здесь делает москитную сеточку но в реальной жизни ну не особо нужна но в некоторых случаях конечно не помешает спинка регулируется у нас ремешком как и было все в общем с этим делом разобрались давайте посмотрим на сиденье сиденье вот что мне нравится в этой колясочке очень просторная коляска для тушных крупненьких детей место всегда здесь за глаза на широкая достаточно длинная но сейчас я это покажу и материал который сейчас используется мне вот очень нравится вот тактильно уютно его приятно трогать он такой нежный мягенькая она очень мягкая подушечка здесь матрасик мягенькая здесь тоже в общем с комфортом будет все хорошо с пространство для ребенка естественно тоже пятиточные ремни с мягкими накладками на паховой на плечевой зоне и тот самый бампер который с тем же материалом что и на ручке который можно откинуть как калиточка и убрать сторонку чтобы можно было легко усаживать ребеночка самая нормальная система подножка давайте сразу разложу посмотрим на нее разложенном виде здесь в градусах 120 по моему 170 до не полностью как вы видите горизонтальная поверхность но это вы и не требуется на самом деле когда ребенок ложится на неночке прижимается и практически ровная поверхность поэтому что с ним 175 там вполне себе достаточно для комфортнейшего сна ребенка и вопросов у вас в этом отношении не должно возникнуть давайте с вами посмотрим на раму что-нибудь здесь у нас интересная появилась или нет рама у нас металлическая на большинстве колясок металлическая и я всегда колясочки очень скажем так требовательно проверяю на сборку на изломы на перегибы на нажатия всем своим весом соответственно никаких звуков лишних она не проявляет поэтому вот в качество сборки здесь у меня претензий в принципе нет так сейчас поднимем посмотрим что у нас багажник багажник у нас получается принципе достаточный для обычной нормальной жизни доступ к нему в принципе тоже нормальный глубокие стенки что-то накидайте вываливаться не будет как это могло быть и вот багажник здесь тоже чуть-чуть видоизменился по сравнению с zero первой скажем так версии вот немножечко изменилась система складывания но это мы сейчас увидим да сейчас посмотрим тормоз тормоз у нас самый правильный сверху нажимаем оба раза и блокируем и разблокируем сверху нажатием никаких ковыряния обуви здесь принципе нет колеса у нас полиуретановые если поставить на надувные большие колеса она станет очень тяжелой а это обычно никому не нужно но амортизация здесь кстати очень хорошая давайте покажу передняя ось давайте заценим заднюю вот поэтому с амортизации принципе все хорошо в комплектацию кстати входит еще диана накидочка на ножки накидка ножки здесь такая знатная очень качественная толстая она непромокаемая и непродуваемая закрывает ребенка практически полностью с большим бортиком если мы закроем козырек там и в принципе полностью перекроем ребенку ребенка и козырьком и накидкой поэтому когда ветер дует в петербурге очень актуально это ветра такие очень противные когда дует в лицо и вообще не очень приятно здесь есть возможность в общем закрыть ребенка полностью она идет в комплекте накидкой по моему еще дождевик до дождевик тоже не придется покупать он будет у вас идти тоже вместе с коляской так давайте теперь посмотрим как она складывается здесь для того чтобы сложить есть вот такой вот фиксатор блокировка своего рода ее нужно отжать и две педальки появилась нужно сначала нажать одну потом вторую я бы порекомендовал блокировать колеса чтобы она у нас собственно встала все она сама под своим же весом получается складывается и вот что мы получаем вес у нее повторюсь адекватный 87 это достаточно легкая коляска бампер скидываем получаем вообще абсолютно компактную конструкцию и теперь она стала удобнее складываться раньше нужно было нажать подергать поднять чтобы она сложилась в принципе обычная система была а здесь вот такую вот необычную систему складывания автоматическое складывание своего рода добавили так по мне интересная задумка и молодцы что работают в этом направлении все в принципе добавить мне уже больше нечего скажу вам свое короткое мнение остер вообще я наверно сказал что он входит на топ-5 колясок самых продаваемых в первой коляске может быть иногда как что-то меняется что-то сдвигается что-то в какой-то момент лучше хуже но в целом смело бы я в пятерку лучших колясок прогулочных за свою ценовую категорию ее бы добавил ссылка на нее на первую коляску добавлю в описании придите посмотрите в описании там будет точные технические характеристики поэтому если интересно и она понравится в этом обзоре можете по ссылке внизу ее заказать как по мне очень достойная коляска oyster они очень надежные коляски у них очень мало гарантийных обращений нет колясок где в принципе не обращаются по гарантии но здесь их очень мало поэтому абсолютно адекватный сервис поэтому что-то случается быстро вопросы решаются в общем костеру претензий нет в принципе в целом по большому счету поэтому я смело могу и вам рекомендовать для рассмотрения можете приехать в магазин первая коляска в россии уже 11 магазинов у нас поэтому можете приехать с ребеночком померить покатать сравнить ее с прямыми конкурентами и убедиться в тех словах которые сказал в этом обзоре коляска действительно достойна внимания но я собственно хочу вам пожелать взять хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка если обзор был полезен и интересен ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал и удачи вам всего доброго